Всем привет! Я Елена Руденко и я подготовила для вас очень интересное видео. Посмотрев его до конца, вы узнаете множество фактов о Кипре. Кипр является первой в мире страной, которая разместила свою карту на своем флаге. Фактически во всем мире есть только два государства, объединивших свою карту и флаг. Вторая страна – это Косово. В эпоху меди и бронзы Кипр был невероятно богатой страной. Богатые природные ресурсы меди экспортировались отсюда во многие страны. По одной из версий название Кипр происходит от слова «медь» – «купрум». Целый город на Кипре является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Это город Пафос. Всего на Кипре есть три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Город Пафос, церковь в районе Тродос и поселение Меолита Хирокития. Кипр стал независимым от англичан в 1960 году, 16 августа. Тем не менее, жители Кипра празднуют свою независимость ежегодно 1 октября. Кипр является единственным зарубежным местом проведения английской королевской свадьбы. Английские королевские свадьбы обычно проводятся в Англии. Однако 12 мая 1191 года одна королевская свадьба состоялась на Кипре. Здесь король Ричард Львиное Сердце сочетался браком с Беренгарией Наваррской. Таким образом, средневековый замок Лимассола является единственным зарубежным местом проведения английской королевской свадьбы. Кипрское десертное вино Командария, которому 5000 лет, известно своим уникальным ароматом и вкусом, признано самым старым в мире вином. Этот факт даже внесен в книгу Гиннесса. Кипрское десертное вино было обнаружено 5000 лет назад в предгорье гор Тродос. Ходят слухи, что сам король Ричард Львиное Сердце пил Командарию на своей свадьбе и назвал его вином королей и королем вин. На Кипре растет 20 видов редких орхидей. Из 1950 видов цветковых растений по всему миру 140 не встречаются нигде, кроме Кипра. На острове Кипр зарегистрирован 371 вид перелетных птиц. Благодаря расположению острова на одном из основных миграционных маршрутов через Средиземное море, многие виды птиц можно встретить на Кипре весной и осенью. Символ Кипра – кипрский муфлон. Однако, даже живя на Кипре длительное время, возможно, вы никогда его не встретите. К 1930 годам на острове осталось всего 15 муфлонов. Сегодня на Кипре существуют огражденные территории с муфлонами. Одна из них находится на западной стороне гор Тродос. Здесь животные находятся под охраной. Сегодня, согласно поданным департаментам охоты, сейчас на Кипре несколько тысяч муфлонов. На Кипре есть дерево, которое исполняет желание. Дерево находится у входа в христианские катакомбы Пафосе. Оно украшено ленточками и платочками. Люди верят, что если вместе с верой к дереву привязать что-то, что им принадлежит, то произойдет что-то доброе, хорошее. Говорят, что дерево помогает бесплодным женщинам забеременеть и родить ребенка, а также наладить отношения в семье или вернуть любимого. Кипр – одна из четырех стран ЕС с левосторонним движением. Остальные три страны ЕС – это Великобритания, Республика, Ирландия и Мальта. На Кипре находится одно из десяти лучших мест для дайвинга в мире. Затонувший корабль «Зенобия» входит в десятку лучших мест для дайвингов в мире. Шведский паром «Зенобия» был построен в 1979 году. Время своего первого рейса в 1980 году он затонул. В это время на его борту находилось 104 грузовых автомобиля. Корабль погружался на дно в результате проблем с бортовым компьютерным управлением балласта. Когда были исчерпаны все меры по произведению его вертикального положения, было принято решение отбуксировать корабль подальше от берега, примерно на полтора километра в бухту, где он не смог бы мешать судоходству. Спустя некоторое время он и затонул там. При затоплении парома никто не пострадал. Оставшаяся на борту команда благополучно сошла на берег. Паром лежит на левом боку на слое гальки и песка на глубине 42 метров. В среднем на острове Кипр около 40 дождливых дней в году. На Кипре найдены останки самой древней кошки, похороненной вместе со своим хозяином. Археологи обнаружили, что останкам около 9500 лет. Это говорит о том, что жители Кипра держали кошек в качестве домашних животных 9500 лет назад и хоронили людей вместе с их любимцем. До этого открытия первой цивилизации, которая содержала кошек в качестве домашних животных, в 2000-х годах до н.э. считался древний Египет. Самый старый в мире парфюм был обнаружен на Кипре. Команда итальянских археологов обнаружила это сокровище в 2005 году в Пиркасе на Кипре. Духи хранились в крошечных полупрозрачных флаконах более 4000 лет. Ароматическими составляющими кипрских духов были лаванда, розмарин, сосна и кориандр. Раньше все считали, что первые духи появились в Египте, но оказалось, что на Кипре. 260 видов рыб обитают в теплых водах Средиземного моря возле Кипра. Самой крупной пресноводной рыбой, пойманной на Кипре, был зеркальный карп весом 14 кг. Он был пойман в водохранилище Дипотамас между Ларнакой и Лимассолом. Кипрская деревушка Левкара известна своим красивым кружевом. Мастерство вышивки Левкаритика здесь передается от матери к дочери. Ходят слухи, что во время визита на Кипр Леонардо да Винчи восхищался кружевом Левкары и приобрел его для главного алтаря Дуома де Милана. Также говорят, что именно великолепное кружево Левкары вдохновило Леонардо да Винчи на создание дизайна скатерти знаменитой картины «Тайная вечеря». Мужской монастырь Ставровуни является древнейшим монастырем на Кипре. Монастырь Ставровуни в горах Тродос был основан в 327 году н.э. Святой Еленой, то есть мужской монастырь, основан женщиной. Не хочу балахульствовать, но разные мысли в голову лезут. Ох уже те Елены! Знаменитый кипрский сыр Халуми относится к средневековому византийскому периоду. Мечта гурманов кипрский сыр Халуми, который теперь известен во всем мире, был впервые сделан на Кипре еще в эпоху средневековой Византии и смеси коровьего и козьего молока. Более 55 пляжей на Кипре награждены голубым флагом. Фонд экологического образования наградил более 55 кипрских пляжей голубым флагом за полное соблюдение принятых директив, в соответствии экологическим требованиям, стандартам качества воды, чистоту и безопасность. Кипр – один из самых южных горнолыжных курортов Европы. На Кипре выращивают калакаси, разновидность сладкого картофеля, из него готовят рагу, пюре и делают чипсы. Кипр является одним из немногих мест в мире, где гнездятся зеленые черепахи и черепахи Лахерхет. Около 10 тысяч розовых фламинго во время их миграции на юг останавливаются на Кипре, в Ларнаке, на соленом озере Алике и озере Араклини и на соленом озере Акротире в Лимассоле. На Кипре существует традиция двойного захоронения. Когда умирает человек, его хоронят либо в семейной могиле. Если в семейной могиле уже похоронен недавно человек, еще не прошло определенное время, то тогда покупают новую могилу или берут в аренду. Через несколько лет косточки человека достают, обмывают, кладут в мешочек и подхоранивают уже в семейную могилу на постоянное место. Это происходит все из-за того, что на Кипре мало места для захоронения и много людей. И поэтому в одной могиле оказывается сразу же очень много костей мертвых родственников. Более подробно о похоронных традициях Кипра я рассказала и показала в видео кладбище в центре Аянапы. Его можно посмотреть на моем YouTube-канале «Ангел 50 на 50 демон». Во многих праздниках киприотов с христианскими обычаями переплетаются язычески. К примеру, на Епифанию 6 января местные жители жарят карпов и едят их, обмакивая мед. Но перед тем, как приступить к праздничной трапезе, они обязательно бросают несколько кусочков рыбы на крышу дома, дабы умилостивить и удобрить духов. Киприоты очень верующие и религиозные люди. Их православие очень сильно переплетается с язычеством. Если, например, у нас христианство против гадалок, магов, разных обрядов, колдовства, то на Кипре это все поощряется. И гадалки это чуть ли там не святые люди. И большинство церковных обрядов связаны с языческими, как я уже сказала. Практически каждая семья на Кипре верит в магию, практикует различные обряды и ритуалы. И при этом церковь им это делать не запрещает. Новый год на Кипре отмечают 1 января, как и у нас. Но у них нет Деда Мороза, зато есть Святой Василий. Святой Василий покровитель незамужних и неженатых. И на Новый год все люди, у которых нет второй половинки, обращаются к Святому Василию, чтобы он помог им обрести любовь. По традиции на Новый год на каждом столе должен стоять пирог, в котором будет несколько монет. И тому, кому попадется кусочек с монеткой, значит повезло. Какое-то его заветное желание обязательно исполнится. На Кипре множество свадебных обрядов и ритуалов. На Кипре считается, что накануне свадьбы по брачному ложу будущих супругов должны попрыгать дети. Таким образом, будущая семья притягивает достаток и здоровое потомство. Еще одна важная традиция – это плитье жениха, которое проводится в его доме перед свадьбой и сопровождается игрой на музыкальных инструментах и исполнением обрядовых песен. На прощание мама благословляет дочь и повязывает ее талию красным поясом, призванным отогнать от невесты злых духов. Вместо букета из цветов невеста бросает гранат, зерна которого означают плодородие, количество крупных кусков, количество детей. На свадьбах очень много танцуют. Один из традиционных – танец в день. Задача танцующих за время танца – прикрепить к одежде жениха или невесты как можно больше купюр. На туфлях невесты пишутся имена незамужних подружек и родственниц невесты. Если после окончания свадебного торжества имена стерлись или потеряли несколько своих букв, это предрекает девушкам скорое замужество. На Кипре очень много разных обрядов и ритуалов. Множество праздников в честь христианских святых, языческих духов, греческих богов. Всех их описать в одном видео практически невозможно. Если вы знаете интересные обряды, праздники, традиции, ритуалы, факты о Кипре, обязательно напишите об этом в комментариях. Я почитаю с огромным удовольствием. Да, и не только мне это будет интересно, но и подписчикам, и гостям моего канала. Если вы не подписаны на мой канал Ангел 50 на 50 Демон, то обязательно подпишитесь, жмите на колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!